Рад приветствовать всех на втором потоке. У нас есть люди, кто стоит, проходите, вот группа помощи. Помогите, пожалуйста, каждому, кто хочет присесть, присесть. И давайте мы откроем Слово Божье, это Деяние, 7 глава, 35 и 36 стих. Мы прочитаем Слово Божье, Деяние 7, 35-36. Написаны такие слова. «Сего Моисея, которого они отвергли, и сказал, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог, через ангела, явившись ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворил чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении сорока лет». Мы продолжаем говорить на тему служения. Месяц мая в нашей церкви назван месяцем служений. И в нашей церкви мы определяем пять основных служений. Это пастор, евангелист, молитвенник, левит и административное служение. В прошлый раз мы говорили на тему служения евангелиста, а сегодня мы поговорим на тему пастырского призвания, пастырского служения. И на примере одного из величайших пастырей Ветхого Завета, Моисея, через которого Бог, через его призвание, Бог вывел многомиллионный израильский народ из египетского рабства и ввел в землю обетованную. Сегодня мы посмотрим на три личности, которые повлияли на Моисея, на его пастырское становление, на его пастырское призвание. И возьмем для себя некоторые уроки. И тема моей проповеди звучит так. Откуда берутся пастора? Откуда берутся пастора? Итак, первая личность, через которую Моисей вошел в свое призвание, кто повлиял на его становление как пастора, была его мама. И первый пункт моей проповеди звучит так. Мама Моисея. Мама Моисея. Кто знает, братья и сестры, как звали маму Моисея? Не так много в Библии вспоминается ее имя. Буквально два раза на протяжении всей Библии вспоминается ее имя. Имя мамы Моисея и Эховеда. И она вложила огромный вклад в будущее призвание своего сына. И это было не только в том, что она родила его физически. Что еще такого она сделала? Чем еще она послужила? Мы читаем евреям. 11 глава, 23 стих. Написаны такие слова. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». В то время израильский народ находился в Египте, он был в рабстве. И на то время фараон, который не знал Иосифа, который не знал вклад израильского народа в Египет, он сделал такой жесточейший указ о том, чтобы все мальчики мужского пола, кто рождается у израильтян, они были истреблены. И вот родители Моисея, мама Моисея, она скрывала своего сына, написано «Верою». Она скрывала его верой, она помогла ему выжить. И знаете, мы знаем, о Моисее написано десятки, сотни мест из Слова Божьего. Как я сказал уже, о его маме всего два места из Слова Божьего. Но без веры мамы Моисея не было бы Моисея как служителя. Без ее веры, без ее вклада, без ее жертвы, Моисей как служитель, наверное, бы никогда и не состоялся. Знаете, всегда есть в нашей жизни тот, кто прокладывает путь. Всегда есть в нашей жизни тот, кто платит цену, чтобы кто-то мог пойти дальше, чтобы кто-то мог, может быть, сделать больше. Всегда есть тот, кто передает свою веру. И простой первый урок из этой, скажем, из вклада мамы Моисея в его жизнь, он звучит так. Цени тех, кто передает тебе веру. Знаете, так важно. Может быть, ты просто ходишь на домашнюю группу. Может быть, ты просто приходишь на наставничество. Может быть, тебе кажется, ну, а что тут такого? Каждый раз, когда ты приходишь на домашнюю группу, Якон тебе служит, пастор района служит, пастор региона, пастор церкви. Когда служат, знаете, каждый раз передается вера. Каждый раз что-то Бог вкладывает, что-то Бог созидает в нашей жизни. Знаете, как важно ценить тех, кто передает нам веру. Может быть, ты просто член домашней группы, и ты внутри себя ощущаешь огромное призвание, которое Бог для тебя имеет. Может, у тебя огромные мечты, огромные желания. Но, знаете, если мы не научимся ценить тех, кто на данном этапе передает нам веру, мы никогда не войдем в большое Божье призвание. Знаете, как важно ценить тех людей, которые на данном этапе передают веру. Без этой передачи, без этого принятия веры мы не сможем двинуться дальше. Также, знаете, я хотел бы сказать, поэтому давайте оценить тех, кто нам служит и передает веру на данном этапе нашей жизни. Также и с другой стороны, может быть, ты просто ведешь домашнюю группу. Ты диакон, либо помощник диакона. Пастерское служение — это все служение душепопечительства. Это и диаконское служение, это помощник диакона, диакон домашней группы, пастер района, пастер региона, пастер церкви, епископ, старший епископ. Это все пастерское служение. И может быть, ты ведешь домашнюю группу, и тебе кажется, а что я такого делаю, какой мой вклад вообще в этих людей. Знаешь, когда мама Моисея, она верою сохранила жизнь своему сыну, она передавала веру своему сыну, она сто процентов не знала, что ожидает, какое будущее у ее сына, насколько Бог будет сильно его использовать, насколько это послужит для избавления всего израильского народа. Я хочу сказать для каждого служителя, то дело, которое мы делаем, оно очень важно в глазах Божьих. Каждая домашняя группа, каждая встреча, каждое наставничество, каждая какая-то беседа, она имеет огромный-огромный вклад, она имеет огромную ценность. Когда мы как родители передаем веру своим детям, может быть, знаете, мы не сразу видим результат, может быть, мы не сразу видим изменения, но то, что мы делаем, это очень важно, это отобразится в будущем на их жизни. Знаете, поэтому передавая свою веру, мы как служителя, мы помогаем людям найти и войти в их призвание, а самое главное, сохранить спасение и дойти до самого конца. Поэтому давайте оценить тех, кто делится с нами своей верой. И если ты служитель, цени то, что Бог доверил тебе. Итак, первая личность, которая повлияла на становление Моисея как служителя, это была его мама. Вторая личность, через которую Бог формировал призвание Моисея, пасторство Моисея, это был его тесть. И пункт номер два моей проповеди звучит так. Тесть Моисея. Тесть Моисея был человек по имени Иофор, он был медиамский священник, когда Моисей заступился за одного из собратьев своих израильтян, и он убил египтянина, и он убежал из Египта. Написано, он пришел в пустыню и поселил, и, скажем так, познакомился с дочерями Иофора, и он остался у него, он женился на одной из его дочерей, у них родились дети. И он пас овец у своего тестя на протяжении сорока лет. И вот уже когда Моисей стал служителем, когда Бог через него выводил израильский народ, произошла одна ситуация, когда Бог использовал Иофора, чтобы послужить Моисею. Мы читаем Исход, 18 глава, 17-20 стих, такие слова. Но тесть Моисея сказал ему, нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь из себя и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет. И будет Бог с тобою, будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Когда Моисей уже стал служителем, и Бог через него выводил израильский народ, и множество людей каждый день приходили к Моисею за советами, они приходили к Нему за решением своих нужд. И Библия говорит, что выстраивалась огромная очередь, и люди подолгу ждали. Это изнурягло и людей, и Моисея. И когда его тесть это увидел, он отреагировал на эту ситуацию. И знаете, так бывает в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями, какими-то жизненными проблемами, с какими-то жизненными ситуациями. Бывают моменты, когда мы в своем служении, или в своей работе, в каких-то делах жизненных, мы достигаем определенного максимума. И нам кажется, может быть, мы все правильно делаем, и мы, как бы, может быть, не видим, что можно сделать по-другому, как можно что-то изменить. И знаете, в такой момент очень важно нам, чтобы кто-то со стороны, человек духовный, человек благословенный, мог дать нам совет, мог дать нам какую-то подсказку. И вот урок, который мы можем взять из этой истории служения тестя Моисею. Знаете, Моисей, он умел принимать советы. Он умел принимать советы. Мы читаем, как отреагировал Моисей на то, что сказал ему его тесть. Исход, 18 глава, 24 стих. «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил». Знаете, наша готовность принимать советы, наша готовность, особенно когда мы упираемся в какую-то планку, когда мы упираемся в какой-то максимум, мы не видим, как поступить дальше. Знаете, так важно воспользоваться советом духовных, мудрых, благословенных людей с вне. И тогда, когда тесть посоветовал Моисея, Моисей принял этот совет, и его служение изменилось, его служение перешло на новый уровень. Бог дал еще больше благословения, Бог дал еще больше порядка. Поэтому знай, если ты уперся в какой-то тупик в своей жизни, тебе важно просто принять совет от мудрых божьих людей, и Бог даст выход, Бог благословит. Итак, мы говорили, первым, кто повлиял на жизнь Моисея, была его мама. Второй, кто повлиял на его призвание, был его тесть. И третья личность, которая повлияла на призвание Моисея, это Бог Моисея. Мы читаем Исход, третья глава, седьмой и восьмой стих, написаны такие слова. «И сказал Господь, Жене 40 лет». И вот в одном из моменте, этапе его жизни, он идет, он пасет овец, и он видит такое сверхъестественное явление. Горит куст, он не сгорает. Из этого куста Бог проговаривает к Моисею, и он делится своим переживанием, Бог делится своим сердцем, Бог делится своим видением того, что переживает израильский народ в Египте. Знаете, часто люди задают вопрос, а как мне найти свое призвание, как мне понять, к чему я призван, какое мое служение, что я могу делать для Бога. Я искренне верю, что каждый рожденный свыше христианин, кто по-настоящему встретился с Богом, внутри него есть два желания – познавать Бога и служить Богу. Помните, когда апостол Павел встретился с Иисусом Христом, у него возникло два вопроса – кто ты Господи и что мне делать? Если ты по-настоящему рожден свыше, внутри тебя будет это желание служить для Бога. Как найти свое призвание? Знаете, призвание, мое призвание – это то, где я вижу нужду, то, где я вижу проблему и имею желание это исправить. Знаете, если ты видишь, как прославлять Бога, если ты видишь, как поклоняться Богу, как сделать это еще лучше, как сделать это еще прекрасней, чтобы это нравилось Господу, чтобы это служило церкви, и если ты видишь, как, может быть, хорошо играть на музыкальном инструменте, твое призвание левит. Может быть, ты видишь, ты смотришь на детей, и твое сердце переживает, как наставить их, как послужить им, как передать им веру. Возможно, твое призвание — детский служитель. Если ты видишь, например, нужду в том, чтобы молиться, чтобы ходатайствовать, чтобы возносить молитвы к Богу, твое призвание — молитвенник. А знаете, а что определяет пастырское призвание? Что определяет пастырское призвание? Чем, например, пастырское призвание отличается, например, от социальной помощи? Знаете, много есть социальных проектов, и слава Богу, за хорошие социальные проекты, где людям помогают, где людей консультируют, есть психологи. А чем пастор отличается, пасторское служение отличается от, скажем так, такой помощи? Знаете, пасторское призвание — это способность видеть нужду человека не только на физическом, не только на душевном, а это способность видеть нужду человека, самое главное, на уровне духовном. Знаете, как смотрит Бог, Бог видит нужду человека на уровне духа, души и тела. Так говорит Слово Божие, сам же Бог мира осветит нас во всей полноте, и дух, и душа, и тело. Если социальный работник, он может видеть только нужду на уровне физическом, там, помочь, дать продукты, еще что-то, знаете, то пастор, служитель Божий, он будет видеть на всех этих трех уровнях. И номер один, о чем он будет переживать, о чем он будет куда вкладывать, это в спасение души человека, в духовный уровень. Знаете, поэтому пасторское призвание — это способность видеть нужду не только на физическом, а не только на душевном, а самое главное — на духовном уровне. Это уровень, на котором смотрит Бог. Знаете, Иисус людей утешал, Он людей кормил, но большую всего жертву Иисуса дал за спасение каждого человека. Поэтому кто такой пастор? Тот, кто смотрит на людей так, как смотрит Бог, кто видит нужды на уровне духа, души и тела, кто готов делать все, чтобы жизни людей менялись. Я хочу поделиться одним откровением Иоанна, 10 глава, 11 стих, мы знаем это место из Слова Божьего. Иисус говорит о себе, «Я есмь пастор добрый». Пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Знаете, я всегда думал, что Иисус Христос, как добрый пастор, Он отдал свою физическую жизнь, за нас. И это так и есть. Христос заплатил наивысшую цену, чтобы каждый человек имел право быть прощенным, очищенным, измененным, чтобы мы не шли в ад, а могли идти в небеса. Но знаете, когда я читал это место писания в оригинале, тут где написано, пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Слово «жизнь» в оригинале, тут стоит слово «душу». Греческое слово «псухи». И Библия говорит о том, что пастор добрый, Иисус не только отдал свою физическую жизнь за нас, Он как пастор добрый, Он положил свою душу, Он сфокусировал. Что такое душа? Это разум, это эмоции, это воля. Христос сфокусировал все свое естество на служении людям. Знаете, кто такой хороший пастор? Который вмещает внутрь своего естества людей, которым Бог ему доверил. Который и вмещает их в свой разум, вмещает их в свое сердце, имеет в добром смысле за них хорошее, доброе переживание за людей. Это является хорошим пастором. Я хочу привести один пример, если можно, музыкант, пройти на сцену. В завершении проповеди хочу поделиться одной историей. Один из наших пасторей в детском служении, пастор района, Вадим Гейко, буквально недавно, он буквально в начале этой недели, в конце следующей недели, он был с командой подростков, детей, которые помогают ему, служителя, которые помогают ему в детском служении. Они были в поездке в Карпаты. И там они спускались на рафтинге, преодолевали, скажем так, горную реку и совершали подъем на такую немаленькую гору, 1800 метров, гора Кострыча называлась. И вот он написал пост в социальных сетях, я хотел бы его прочитать. Завершилась наша поездка в Карпаты, где все мы очень круто и драйвово провели два экстремальных дня. Зарядились новыми эмоциями, получили заряд энергии, которая была так необходима после всех этих изнурительных карантинов и локдаунов. Но пост не об этом. Интересная история произошла со мной в процессе подъема на гору Кострыча. Поход пошло где-то 30-35 человек, все шли вместе и дружно, поднимались к вершине. Но когда начались крутые и сложные подъемы, то одна девочка лет 14 начала отставать чуть позже. Она сказала, что ей очень сложно, и она уже не может идти. Что у нее нет сил, что ей не под силу, и она дальше не пойдет. Как бы я ее ни уговаривал, ни просил, все было напрасно. Оставить ее я не мог, ей нужно было что-то решать. Вдруг я увидел одну маленькую девочку, лет пяти, которая шла в нашей группе. И было очень сложно одолевать подъемы в силу ее возраста. И было видно, что ее силы были на исходе. Посмотрев на обеих девчонок, у меня появилась одна идея. Я взял маленькую девочку, подвел ее к девочке постарше и сказал ей, «Послушай, я знаю, что ты устала, и тебе сложно. Но вот этой девочке очень нужна твоя помощь. Без твоей поддержки она не сможет подняться на вершину. Ей придется спуститься, не увидев той красоты, что ждет ее наверху. Пожалуйста, помоги ей подняться». Вдруг взгляд девчонки постарше изменился. В нем было недоумение, растерянность. Она глянула на малышку, которая стояла перед ней робко, взяла ее за руку, улыбнулась ей и что-то сказала. После этого они вместе начали потихоньку двигаться вверх. Спустя некоторое время я увидел, что они догнали основную группу, а потом шли одним из первых. Обе девчонки дошли до конца. На их лицах были улыбки. И даже после похода девчонки ходили вместе, держась за руки. Давайте мы сейчас поднимемся. Знаете, я хотел бы сказать. Иисус Христос, как добрый пастор, Он поставил каждого из нас на дорогу спасения. И Он дал для нас в нашей жизни пасторей. Я хотел бы сказать для каждого, кто несет пасторское служение любого уровня, твое служение очень важно. Такие простые люди нуждаются, чтобы кто-то им помогал, кто-то их вел, кто-то их направлял. Может быть, ты устал в своем служении, может, у тебя опускаются руки. Сфокусируйся и дальше. Служи людям, вмещай их в свое сердце. Бог наполнит тебя силами. Бог благословит тебя. Твое служение повлияет на жизнь людей. Я хотел бы сказать для каждого из нас, как для членов церкви. Знаете, огромным благословением Бог благословил нас. Иисус есть наш пастор и начальник. Но также Он поставил над нами пасторей и служителей. Твой дьякон домашней группы, твой пастор района, пастор региона, пастор церкви, епископ, старший епископ. Это поставленные Богом люди, чтобы помочь каждому из нас подняться на Божью вершину, подняться к Иисусу Христу, дойти до небес и встретиться с Ним. Давайте ценить тех людей, которые служат в пасторском служении. Давайте, чтобы наши сердца были открыты для этих людей. И вместе, вместе с Господом Иисусом Христом, вместе с нашими служителями, Бог позволит нам дойти до самого конца. Я хотел бы, чтобы в этой молитве, в завершении нашего служения, мы могли помолиться и благословить всех пасторей, всех, кто служит в пасторском служении. Давайте помолимся, чтобы Бог благословил их здоровье, чтобы Бог благословил их семьи. Может быть им тяжело сегодня, чтобы Бог наполнен их силами. Давайте помолимся за тех, кто еще чувствует в своем сердце призвание быть пастором, служить людям, вести других людей. Принимай решение, становись на служение. Есть люди, которые очень в этом нуждаются. Есть люди, которые нуждаются в том, чтобы ты вошел в свое призвание. Давайте мы совершим молитву. Господь, мы благословляем Твое Святое Имя. Иисус Христос, Ты есть наш пастор и начальник. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты благословил нашей церкви, Господь Иисус, и поставил пасторей. Твое Слово говорит, что Ты поставил пасторей. Ты дал, Господь, призвание пасторское многим людям. Спасибо Тебе за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что пастора служат, за то, что они вкладывают, за то, что они передают веру, за то, что они, Господь, стараются вести нас за Собою. Спасибо Тебе, Господь. Мы просим, воздай им, Господь Иисус, благослови их во имя Иисуса, благослови их здоровье, благослови их силы. Мы молимся и просим, обновив фокус каждого пастора, чтобы мы могли вмещать и в нашем разуме, и в наших эмоциях, и в наших, Господь, поступках, мы могли вмещать тех людей, которых Ты нам доверил, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Мы молимся за всех, кто призван в пастырское служение, Господь. Дай силы откликнуться на Твой призыв и войти в свое призвание, и прославить Твое святое имя, и привести тех, кого Ты доверил, Господь Иисус, в небесах встречи с Тобою. Мы благословляем Тебя, наш Бог. Помоги нам, Господь, как церкви Твоей, как овечкам Твоим, ценить пастырей, Господь Иисус, ценить тот вклад, который доверять, быть открытыми, и вместе совершать этот, Господь Иисус, подвиг веры, и вместе идти к встрече с Тобою. Мы благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы также, Господь, молимся и просим за эти нужды. Мы потрясаем им верить Тобою, как перед нашим пастырем. Господь, мы просим Тебя, благослови. Дай ответ, дай выход. Исцели тех, кто нуждается в исцелении. Наполни, Господь Иисус, сердцам миром и радостью, где есть тревога, Господь. Обнови веру, Господь Иисус. Спасай наших родных и близких, Господь. Отвечай на все нужды в отношении семьи, Господь Иисус. Благослови, кто-то молится, может быть, за рождение детей, за создание семьи, Господь. Благослови во имя Иисуса. Благослови и покрой все материальные нужды по богатству Твоему славе, Христом Иисусом. Мы Тебя за все благодарим. Мы Тебя прославляем и превозносим. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим славу нашему Богу. Перед нами будет еще одна завершающая молитва. Мы помолимся с людьми. Я хотел бы помолиться. Кто первый раз пришел? Может быть, вы несколько раз на служении, но вы еще не каялись перед Богом. Знаете, Иисус, как добрый пастор, Он положил свою жизнь за наше право быть прощенными, очищенными. Если ты хотел бы сегодня покаяться в своих грехах, я не буду вызывать вперед. Может быть, ты отошел от Бога. Там, на вашем месте, где вы есть, просто в знак того, что вы хотите покаяться перед Иисусом Христом, поднимите вашу руку. Я хотел бы помолиться вместе с вами. Я вижу вас, слава Богу. Вижу вас, слава Богу. Давайте мы вместе, вижу вас, обратимся к Иисусу. Вижу вас, слава Господу. Давайте мы вместе помолимся и повторим слова этой молитвы. Только повторите ее в вашем сердце. Отец Небесный, я прихожу к тебе, такой, как я есть. Я каюсь во всех моих грехах. Прости меня. Очисти меня. Я доверяю мою жизнь тебе. Будь моим пастором. Веди меня по этой жизненной дороге. Я молился во имя Отца, молилась Сына и Святого Духа. Аминь. Мы поздравляем вас. Аплодисменты для вас. Хочу сказать для тех, кто молился этой молитвой. После этого служения, через несколько минут, подойдите сюда вперед. Будут ждать вас здесь впереди наши пастора, служителя. Мы хотим познакомиться с вами. Вручить вам подарок от нашей церкви. Евангелие, книгу нашего старшего пастора, наставничество. Помолиться за вас, познакомиться с вами. Пусть Бог благословит вас. Давайте еще раз воздадим славу для нашего Господа.